Московский почтамт отмечает трехсотлетие. Главные часы остановились там 20 лет назад. Операционистам из-за угрозы обрушения знаменитого стеклянного копола пришлось переехать в другой зал. Несмотря на все это, главная городская почта продолжает работу. О том, как живет легендарный Моспочтамт, наш корреспондент Анна Оберкова. Легендарный операционный зал Московского почтамта. Это сейчас он выглядит плачевно, а 20 лет назад здесь кипела эпистолярная жизнь. В начале 90-х главную достопримечательность зала, стеклянный купол, спроектированный самим архитектором Шуховым, признали аварийным. И операционисты были вынуждены переехать в соседнее помещение. Металлоконструкции в принципе уже требуют капитального ремонта. Поэтому, соответственно, это все не дает нам возможности пускать даже вниз людей. Зданию Моспочтамта в следующем году исполняется 100 лет. За это время его ни разу не реконструировали. Сейчас о ремонте все-таки заговорили. Уже есть примерный план. Проектировщики постараются воссоздать прежний облик зала. И, конечно, максимально сохранить все исторически значимые детали. Например, эти часы, стрелки которых символически остановились почти 20 лет назад. Это некий символ данного помещения. Поэтому, когда здесь мы откроем отделение почтовой связи, мы обязательно приурочим к открытию отделения, запустим эти часы в работу. Но результаты москвичи увидят не скоро. Слишком большой объем работы предстоит. Ведь Моспочтамт – это не одно здание, а целый комплекс. Вот так и выглядит московский почтамт. Только в миниатюре это комплекс из 22 зданий. Вот тот самый купол над операционным залом. А сейчас мы находимся уже вот здесь, в музее московского почтамта. Это экспонат 70-го года. Именно тогда впервые назрела идея реконструкции здания. Правда, в то время проектировщики хотели добавить единственную деталь. Вот эту крышу над внутренним двором почтамта во время дождя. Она должна была защищать письма и посылки, которые доставлялись, разгружались именно в этом дворе. А вот самый старый экспонат музея – опись 1883 года. В журнале зафиксированы все дела, которые велись в то время в московском почтамте. А сейчас такие журналы ведутся или уже нет необходимости в них? Конечно, в таких журналах необходимость отпала. Существует много других носителей информации, в том числе электронных. Рядом первая марка. Точнее, ее реплика. Кстати, к 300-летию Моспочтамт выпустил юбилейную коллекцию марок и конвертов. Сегодня за ними филателисты стоят в очереди. Ценный штемпель с юбилейной символикой ставят только три дня. Я про очередь не думаю. Главное, чтобы купить материалы и погаситься. Мы сядем, наклеим, придем, погасим, напишем адреса и заказной почтой, есть такая определенная традиция, отправим и пойдем же друзьям-филателистам. Комплект марок с эксклюзивным штемпелем уже на следующей неделе тоже попадет в музей. Ну а филателистам остается только ждать. Возможно, марки, которые они купили сегодня за 50 рублей, через 10 лет станут гораздо ценнее. Анна Оберкова, Ольга Кирсанова, Александр Медведев, Москва, 24.